Воспитанники немецкой гимназии для одаренных незрячих детей имени Штреля побывали с визитом в школе-интернате имени Грота. Иностранным гостям провели экскурсию в императорском фарфоровом заводе. Производство фарфора не терпит спешки и требует много труда по час ручного, ведь чтобы сделать самую простую, несоставную фигурку от начала до конца, нужна как минимум неделя. Большое впечатление произвело то, что здесь много ручной работы. В программе обмена уже шесть лет каждый год едут в Петербург новые школьники и, возвращаясь домой, рассказывают, насколько они поражены масштабами города, шикарными дворцами и русским гостеприимством. Также гости поучаствовали в мастер-классе по росписи чашек. К ним присоединились руководители школы имени Грота и глава района Евгений Разумишкин. Администрация активно поддерживает международные проекты для особых детей, для которых это возможность посмотреть мир и определиться с выбором дальнейшего пути. Ребята становятся друзьями и понимают, как важно для них изучение иностранного языка, потому что они могут общаться со своими сверстниками, они могут познавать мир. В память о встрече Евгений Разумишкин подарил гостям фарфорового медведя с эмблемами обеих школ. Сотрудничество образовательных учреждений будет продолжено. Теперь уже российские воспитанники начнут готовиться к поездке в Германию к своим немецким друзьям.